Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Полина, также известная как Парнада, всё ещё, ничего не изменилось. Вот, изменилась только обстановка, на самом деле я сегодня записывала своё первое видео для канала по настольным ролевым играм для семей, для детей. Поэтому, если вам эта тема интересна, переходите, я там ссылочку оставлю в описании. Вот, а вообще видео это я сегодня хотела посвятить, в общем, это будет видео из разряда мой видео-дневник, дневник Виканки. И сегодня я хотела бы рассказать о сложностях самопиара. Я никогда не думала в жизни, что у меня такое в жизни произойдёт. Я всегда была самым большим сторонником пиара в Вике, в язычестве, в магии, что это неплохо, что это, наоборот, хорошо. Главное, делать всё правильно. То есть, пиар нужен для того, чтобы люди о тебе узнавали, для того, чтобы люди знали, что это не какая-то фигня. Например, я считаю, что язычество и магию нужно пиарить, но нужно пиарить в хорошем ключе. Сейчас весь пиар, который у нас есть про язычников, это битва экстрасенсов. И, к сожалению, это придаёт нам очень плохой крас. Но вообще сегодня не о том. И у меня вышла книга, как вы знаете. И тут я понимаю, что я очень часто стесняюсь о ней говорить. Я стесняюсь лишний раз. Ну, типа, я делала уже видео неделю назад. Что я буду так часто видео делать? Люди же подумают, что я им что-то втюхиваю. Короче, вот эта внутренняя жесть, что я что-то втюхиваю, ни в коем случае нельзя что-то втюхивать, она очень сильно мне сейчас мешает. Потому что первые месяцы после издания книги очень важные. По этим месяцам издательство смотрит вообще, выгодно или невыгодно работать с этим автором, выгодно или невыгодно дальше печатать тиражи. Потому что я работаю, например, с издательством, которое печатает не маленькие тиражи, а большие. И, соответственно, для того, чтобы была, например, допечатка тиража, это уже должны быть хорошие продажи, естественно. Вот. И я прихожу в этот, как его, в магазин, например, и вижу, что там на полках, которые прямо напротив тебя, и которые вот на уровне глаз, стоят всякие книги, которые, во-первых, уже сто лет продаются, а во-вторых, стоят книги, которые, ну, лично я как бы... Не считаю, что это хорошие книги, ну, так скажем. Ну, то есть, как бы, может, они... Ну, в общем, мне... Я бы... Короче, я бы её не стала покупать, она мне не нравится. А я знаю, что моя книга классная и хорошая. Я хожу такая вокруг этой полки, думаю, вот же засранцы. Нет, я-то, конечно, всё равно подхожу и переставляю эту книгу на ту полку, которая мне нужна, и ставлю свою книгу туда. Вот. Я знаю, что так делать очень плохо. Но я это всё равно делала. Но между тем... Вот. Я неделю прокрастинировала розыгрыш в группе, потому что вообще розыгрыши – это очень хорошо, да? Они позволяют рассказывать об этой книге большему количеству людей, больше о ней узнавать. Я очень рада, что мы его проводим. Если мне разрешит издательство, может быть, мы потом ещё какой-нибудь паблик привлечём. Я поговорю со знакомыми, с друзьями, кто у меня есть в веканском мире, чтобы они тоже сделали розыгрыш, чтобы поддерживать в информационном пространстве, вот что вышла вот моя книга. Вот. Но действительно, внутренне мне даётся достаточно тяжело. Я прям продавливаю себя каждый раз. Мне приходится, прежде чем писать, например, вот я сейчас договорилась о том, чтобы одному блогеру, Григорий, я сейчас боюсь очень ошибиться с фамилией, по-моему, Боленский или как-то так. У него есть канал «Серебряное пламя», он там делает обучающее видео для магов юных, не юных, ладно, да, всех магов и колдунов, для новичков, для продолжающих. Вот. У него даже курс, по-моему, какой-то свой есть, который он с помощью этих видео, собственно, пиарит. И я не нужно... Вот я понимала, что он один из тех блогеров, которому мне нужно попросить, чтобы он сделал обзор видео. И я понимаю, что я прокрастинирую это, что я сижу, я стесняюсь, мне приходится перед этим садиться самой с собой, проводить большую беседу, что, Полин, ты не делаешь ничего плохого, ты не требуешь от людей что-то на халяву, да, то есть им пришлют бесплатно эту книгу, они могут её почитать. Я всегда пишу всем блогерам, что я хотела бы от них честное мнение, то есть понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось. Я не думаю, что моя книга идеал в последней инстанции. Если кому-то что-то не нравится, я хотела бы это услышать, узнать. Плюс, ну, даже такой пиар, ну, если вдруг кто не знает, на самом деле любой пиар, это, ну, типа для книги хорошо. Посмотрите на книгу ВИЧ, которая, ну, не является примером суперкрутой книги, потому что большая часть из этой книги это втянание женщины, которая пострадала от патриархата, да, и хочет, чтобы вы тоже к ней присоединились, в её страданиях. Мне, например, такое вообще абсолютно не нравится. Я делала как-то обзор на эту книгу. И что мой обзор негативный, а он был вполне негативный, он как-то повлиял на продажу этой книги? Нет, она до сих пор продаётся. Потому что главное – это именно охват, чтобы везде-везде об этом слышали, везде что-то об этом мелькало, где-то что-то об этом происходило. И вот розыгрыш, я о нём договорилась. Я так нервничала, когда я, господи, его, я неделю его прокрастинировала, говорила, всё, выходной день будет, ты обязательно должна сесть. Что в итоге? Все выходные дни, короче, у меня был день рождения у ребёнка, я, соответственно, на это всё угрохла. И где-то ночью я сидела и клепала на коленке этот розыгрыш. Потому что я понимала, что уже дольше тянуть нельзя. Будет это неправильно, потому что нужно до апреля, чтобы были хорошие продажи. Вот так вот надо, да? Вот. И, в общем, это такая тема была. Я ещё, на самом деле, так волновалась. Сейчас поделюсь небольшой историей. У нас же в розыгрыше... Розыгрыше, кстати, кто не знает, происходит в ВКонтакте. Я ссылочку тоже оставлю в описании. Участвуйте обязательно. В общем, я опубликовала розыгрыш. Там всего два условия. Быть подписанным на паблик и сделать репост. И я думала, как? Я потом нажму кнопку, кто поделился, и среди них, там, посчитая, сколько их всего штук, рандомайзер выберет, там, например, цифру 9. Я отчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, да, я такой древний человек. Прикол. И я понимаю, что там не отображаются все люди. То есть, ВКонтакт пишет, что репостнуло 38 человек, из них 4 в личные сообщения. А я вижу только 17. Ну, 17 плюс 4, ну, никак не 38. Я пишу в техподдержку. Они мне говорят какую-то фигню, что, типа, ну, если вы сложите тех, которые там отображены, с теми, которые в личные сообщения, у вас и получится, поэтому сумма неверная. Я говорю, вы что? Ну, реально, я даже написала там, что 17 плюс 4, это никак не будет вот та сумма. Короче, вообще жесть. Что я делаю? Я такая думаю, ну, у меня же наверняка не у одной такая проблема, что люди же как-то устраивают эти розыгрыши. Ну, как-то же это происходит. Короче, начала гуглить, нашла рандомайзер, в котором вообще ничего не нужно делать. Просто вставляешь туда ссылку, и он дальше уже сам со всем разбирается. Видно, не видно, отображается, не отображается, он смотрит по алгоритмам, а не по картинкам. И я такая, о боже, а я так нервничала, мне было так стыдно, что если вдруг там что-то не отображается, короче, варианта два, скрыть этот факт, да, и проводить условный розыгрыш только между теми, кто отображается, но это нечестно. Вот, вариант второй, быстро писать какие-то отписки, и писать, что, ребят, сделайте, пожалуйста, мы, кстати, узнали, почему не отображается, потому что закрытые аккаунты не отображаются. То есть, если у человека закрытый аккаунт, он в этом списке отображаться не будет. Вот. Писать какие-то отписки, ребят, пожалуйста, все, кто поучаствовали в розыгрыше, сделайте свой аккаунт открытым до 5 марта, там, и так далее. Либо закрывать розыгрыш и запускать новый розыгрыш. Короче, я уже в такой панике была, что всё, сейчас всё будет плохо. Но, между тем, я тоже справилась с этим делом. Короче, вот такая вот фигня. Сижу, думаю, и я на фоне этого начала думать, что, боже, это же получается довольно тяжело и другим книгам про Вику, и что нужно их тоже пиарить, и что нужно их тоже, вот, делать на них обзоры, активно делать их розыгрыши, чтобы они их узнавали в разных. Я уже написала своему издателю, я говорю, если вам это нужно, обязательно обращайтесь. Я всеми лапами готова делать обзоры, я готова. Я раньше, я действительно не понимала этого. Я думала, что вот, например, вы же знаете, я недавно сделала обзор книги «Хаус Вич», но я сделала его через много месяцев, после того, как у меня даже появилась эта книга, через много месяцев, после того, как эта книга была выпущена издателем. То есть, для издательства это, в принципе, ни тепло, ни холодно. Ну, так, чуть-чуть, но там уже первый-то тираж уже весь распродан, да, и, ну, не факт, что будет, типа, еще какие-то. Ну, может, хотя уже второй тираж распродается, я просто не в курсе, что там с «Хаус Вич» творится. Вот, и смысл как раз в том, что я никогда не думала, что очень важно, чтобы это было именно в первый, там, месяц-полтора после выпуска книги, насколько это важно, насколько это нужно. И вот, я предложила своему издателю, я говорю, что вот, если вам это нужно, я готова это делать, потому что я действительно считаю, что это важно, чтобы о хороших веканских книжках узнавали, и что я могу и рекомендовать вас другим блогерам, да, что вот, например, вышло три книги, на одну книгу могу сделать обзор я, на другую, там, второй, на третью, третий, да, то есть, так что же можно делать, что никто не должен делать, там, три обзора на одну и ту же книгу, вот, розыгрыши тоже, если вам нужно, я говорю, вот, я готова, как бы, сама и быть, ну, вашим связующим звеном между другими веканами, между другими магическими пабликами, чтобы можно было такие вещи делать, потому что это важно, и если, вот мы же, я не знаю, помните вы или не помните, вот это время, лет 10 назад, когда этого было очень мало, и я напомню, что после того, как «Зеленая серия» вышла, на долгое время был большой перерыв, выпуски веканских книг, новых веканских книг не издавали, если у нас опять все это заглохнет, перерыв опять-таки будет очень долгий, мне нравится, что сейчас есть из чего выбрать, почитать, что когда я прихожу в магазин, я могу посмотреть и увидеть там переводы классных книг, я напомню, недавно вышла книга «Крутые предки», это офигенская книжка, она просто супер-мега крутая, и очень жаль, что о ней очень мало информации, потому что книга стоящая, и вот эти вот книга серии там «Хаусвич», «Селфкер», еще какие-то книги из этой серии, они тоже очень классные, они очень крутые, они стоят того, чтобы их почитать, для меня, по крайней мере, и я рада, что у меня есть с чего выбрать, что мне не нужно выбирать из заговоров сибирской целительницы и какими-то там дураками из битвы экстрасенсов, и если мы хотим, чтобы все это было, то да, мы должны в этом тоже участвовать, как сообщество, то есть вот это вот, розыгрыши какие-то, я не знаю, может быть еще что-то есть, я просто вот сейчас немножко, да, такая вот в стандартном типе, типа там розыгрыш, и там какая-нибудь штука, этот, обзора, но может быть мы могли бы договориться с издательством, чтобы вот у них выходит новая книжка, мы такие, хоп, и сразу же они какую-то рекламу сделали, да, что вот там в издательстве вышла вот такая-то книга, или скоро выйдет вот такая книга, вы можете уже делать предзаказы, круто, здорово, супер, и для наших читателей здорово, супер, и зрителей, и пользователей, подписчиков, почему, потому что издательство видит, что это пользуется популярностью, издает еще больше книжек, есть из чего выбрать, ассортимент больше, шире, второй момент, это то, что мы налаживаем связи, контакты, это тоже очень важно, мы не отщепенцы какие-то, которые сидят и ждут, пока издательство сами до чего-то допрос, а третий момент, это, конечно же, мы даем нашим читателям, и нашим зрителям возможность узнать о новых книгах, потому что их, я честно, я не успеваю уже совсем, допустим, то, что в издательстве весь там выпускается, по-моему, по 3-4 книги в неделю новые, я вообще уже не в курсе, я просто вот случайно узнаю о том, что у них новая, нос черт, простите, о том, что у них новая книжка вышла, я узнаю вообще через кучу времени, я просто самый последний человек, который, хотя я вроде заинтересованная в этом человеке, поэтому, в общем, вот такие у меня размышления сейчас на эту тему, расскажите, кто как, что по этому поводу думает, нужно ли пиарить вообще всю эту тему, считаете ли вы, что пиар это важно, можно ли переборщить с пиаром, да, кстати, тоже такой вопрос, не считаете ли, что я борщу с пиаром, что там слишком часто, например, говорю о своей книге, или наоборот, а там видосы какие-то выкладываю, какие-то фотки, еще что-то, вот как по вашему мнению, потому что вот я очень нервничаю на эту тему, я действительно думаю, что а не переборщу ли я, у меня такой косяк есть, ну чего я лезу со своей книгой к людям, кому надо, сам ее купит, в том-то и дело, что кому надо, может и не узнать о том, что эта книга есть, то есть умом понимаю, но вот чтобы это сделать, столько психологических блоков, нужно пройти, поэтому вот поделитесь своим мнением на эту тему, мне важно это услышать, очень важно, если там мне даже скажут, да нормально все, Полина, или ну можно типа раз в неделю нормально, например, вот мне было бы не напряжно услышать о твоей книге раз в неделю, я бы не напрягся, вот, или еще что-то, если у вас подобные проблемы, потому что я знаю, что в веканской магической среде очень много людей творческих, которые что-то пишут, которые что-то делают своими руками, продают, как у вас с пиаром, можете ли вы пиарить свою продукцию, не стыдитесь ли вы этого, или если стыдить, не стыдитесь, а стыдились ли когда-то, как это преодолели, поделитесь пожалуйста своим опытом, потому что сейчас мне это нужно, я более чем уверена, что многим другим веканам и многим другим ведьмам, колдунам это тоже придется кстати, потому что мы все люди, мы все проходим через те же самые проблемы, через те же самые заморочки, вот, на этом я заканчиваю, спасибо, что вы смотрите это и выдержали все мои вот эти размышления, вот, надеюсь, они к чему-то приведут, станет как-то полегче, и я смогу как-то с новыми силами ринуться в бой, в том числе не только ради своей книги, но и ради чего-то нового другого, вот, на этом я заканчиваю свой подкаст, всем спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, колокольчики, там, ну, всю вот эту вот штуку, и до новых встреч, благословены будьте!